Автомобили, которые каким-то образом связаны на театральной площади, мы предлагаем ветеранам, которые, наши ветераны, то есть город Белгры, стоят полицейские, отдают честь на школе, не спеша этот раз, понимая, что не то здоровье, чтобы его убежать. В 19-м городе Сочи он тоже получил команду от меня, что это не школьники, школьники у нас будут в бессмертный пол принимать участие. Не забыть ни одного участника боевых действий, ни одного участника Великой Отечественной войны, ни одного участника Трудового фронта, ни одной вдовы. И до этого я повторяю, что нам надо проанализировать, чтобы каждый, кто из этой категории желает получить оздоровление в этом году, и каждый год. Мы не должны заканчивать на Дне Победы или еще на какой-то дате, целый год должны внимательно содействие оказывать. Здесь у нас присутствует заместитель руководителя управления, будет принято участие в возложении, что живут среди таких, и даже Советского Союза. Мы город Сочи. Я хотел поблагодарить Совет ветеранов и администрацию города, в частности Алексею Васильевичу и Анатолию Николаевичу за награду. Было очень приятно получить ее в круге таких достойных людей, очень уважительно относительно к ветеранам. Мы активно участвуем с Советом ветеранов, помогаем им, проводим мероприятия на территории санатория. На трибуне, либо реально трибуне. То есть она, в принципе, не маленькая, я думаю, что все... Тогда была наша организационная недоработка. А что-то недоработок не прошло... Мы ветераны готовы, ветераны уже начистили ордена, мундиры. Конечно, это главный праздник, главный праздник всей страны, потому что действительно война коснулась любой семьи. Так все, пока нам сказали, в рамках, чтобы не выпячивались, потому что ночью. Я не могу здоровья, не смогут принять участие в МР6-е. Да, посещают на дому, выясняют эту радость. Пришли. С другой стороны, для наших деток очень важно, очень важно, чтобы каждому пришли детки. Но также организуем сбор целевых пожертвований. Ну, естественно...